приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы отвечаем на вопросы что можно делать сеять и высаживать выходные дни которые вот-вот уже приближаются и так хочу сразу же отметку сделать что время козерога плодородного знака для многих работ начинается только после 19 часов 30 апреля то есть вечером уже можно кучу работы сделать о ней мы сейчас поговорим 1 мая все 24 часа замечательно можно сеять и высаживать тоже расскажем что и 2 мая просто себе где-то отметку сделайте до 16 часов нужно успеть далее луна без курса будет воздействовать и переход в знак водолей так что начинаем и так после 19 часов 30 апреля можно высевать семена корнеплодных овощей для получения именно корнеплодов качественных красивых здоровых а также высаживаем картофель причем картофель можно высаживать и для того что получать урожай а также семенной в козероге тоже получаются хорошие семена далее высаживаем садовые саженцы деревья кустарники различные декоративные ягодные высаживаем рассаду всех всех овощных и цветочных растений снова же я говорю это для тех у кого теплые есть теплицы и кто живет в теплых регионах и может укрывать растения и очень важный еще момент можно сделать до конца суток хорошее время используем максимально можно нарезать черенки обычно это делается с цветочными растениями и их укоренять очень хорошо в козероге а также пикировка рассады перевалка рассады тоже приветствуется это больше подходит для севера северян так как там еще холодно и так мы завершили 30 переходим на 1 мая козерог прекрасный день и что я еще хочу сказать что это же сразу время получается после полнолуния которое было 27 у нас всего несколько дней позади мы вышли из сожженного пути полнолуния и можем воспользоваться этим временем я всегда так делаю сею и вершки и корешки поэтому называю сейчас все что можно высаживать из корешков это картофель кстати картофель и на семена съем семена если не успели устрицы сделать высадка корнеплодных всех овощей тоже на семена вот высадки есть у вас там свекла свекла морковь то что приготовили кстати можно не только корнеплодные но и вершковые семена тоже смотрите что у вас есть капусты тоже в капусту высаживайте далее 7 семена для того чтобы получить хорошие качественные корнеплоды а не листья значит 7 семена свеклы и моркови редиса редьки репы корневых петрушки и пастернака ну и других корневых овощей ну а теперь перейдем к тем вершкам которые еще тоже можно можно и огурцы они будут такие вот креп крепенькие коренастые можно томаты посеять баклажаны кабачки капусту и другие овощные рафсини но вот что я не советую пробовала зеленые культуры они получаются жестковатые хочется сочных поэтому мы перенесем эти посевы чуть чуть позже даже в убывающей луне можно будет высевать ну а сейчас продолжаем козерог что мы можем еще сделать 1 мая высаживаем рассаду причем рассаду и цветочных и овощных растений что вы запланировали пожалуйста высаживайте только если есть для этого условия открытый грунт даже южане пожалуйста если нет укрытий не спешите почва холодная очень хорошо высаживать саженцы садовых деревья кустарники декоративные растения все это прекрасно приживется будут коренастые растения и долго плодоносить и более устойчивы будут против болезней и вредителей очень хорошо нарезать черенки и укоренять черенки пикировка перевалка рассады замечательное время 1 мая очень хороший вспоминаю всегда мир труд май труд был на втором месте он сегодня у нас на первом месте у нас впереди очень интересный год 2021 2022 когда мы должны сделать для себя хорошие заготовки овощей поэтому выбираем самые лучшие периоды и вот еще один день 2 мая в козероге тоже прекрасное время продолжить все эти работы напомню просто все привыкли те же самое можно высаживать это козерог и вершки и корешки вот это день когда завершается вот день для посева и вершков но основная у нас задача корешки сейчас то есть высаживаем картофель картофель для того получения хорошего урожая а также семенной картофель для получения семян это семена высевается высадка корнеплодных овощей на семена а также 7 семена свеклы моркови редиса редьки дайкона репы корнеплодных петрушки пастернака и других корнеплодных овощей плюс вершки не буду их повторять вот они у нас есть первого то есть то что мы запланировали все эти кроме зеленых культур капуста кстати здесь очень хорошо получается тоже и высаживаем рассаду там где есть теплицы где есть возможность сохранить рассаду при после высадки потому что предупреждаю еще до середины мая должен зайти еще один холодный циклон в европейскую часть и поэтому будьте очень внимательны и так еще что можно высаживать саженцы садовых растений любые саженцы это и деревья и ягодники и декоративные растения это все хорошо получится следующие черенки и нарезка черенков это хорошо для цветочных растений пикировка перевалка рассады там где перерастает рассада чуть чуть больше горшочки перевалочку делаем вот это важные задачи и мы их выполняем только до 16 часов луна без курса всегда дает ни одной ни один раз я не получила положительный результат поэтому используем вот это продуктивное время знака козерог начиная с 30 апреля вечером после 19 часов 1 мая все 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 24 часа и 2 мая вот до 16 часов раиса горяченко александр волик подготовили это видео ответ на ваши многочисленные просьбы о том чтобы заранее рассказывать о том что мы сеем и высаживаем а следующий выпуск уже будет посвящен всем видам работ сельхозработ в эти вот замечательные прекрасные выходные ну что ж всего вам самого доброго удачи всех благ и до новых встреч в новых видео